Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, сегодняшний визит в Токио проходит в юбилейный, как уже отметил господин премьер-министр, год. Год, особенно значимый для двух наших стран. 150 лет назад были установлены межгосударственные отношения между Россией и Японией. И совершенно естественно, что это знаменательное событие задало тон нашему нынешнему визиту. Хочу подчеркнуть, состоявшиеся переговоры были насыщенными и конструктивными. И результат – это солидный пакет договорённостей, при подписании которых вы сейчас сами присутствовали. Был обсуждён широкий спектр двухсторонних вопросов на основе российско-японского плана действий, который мы с премьер-министром господином Коидзуми приняли ещё в 2003 году. Очевидно, что большое внимание было уделено проблеме мирного договора. Сразу хочу сказать, и Россия, и Япония едины в том, что необходимо искать решение этого вопроса на основе партнёрства и взаимного уважения, взаимного доверия. Вместе с тем мы осознаём, что урегулирование столь непростой проблемы вряд ли будет лёгким. Оно требует и совместной доброй воли, и дальновидности, и государственного мышления. Считаю важным, что мы разъяснили друг другу логику своих подходов. И с обеих сторон выражена готовность продолжать диалог по этому чувствительному вопросу. В национальных интересах наших стран последовательное развитие всего комплекса двухсторонних связей. Речь прежде всего об углублении политического диалога. Я приглашаю господина премьер-министра посетить Москву с официальным визитом. Председатель правительства России в соответствии с приглашением, которое было мне сегодня передано господином премьер-министром, побывает с визитом в Японию в следующем году. В свою очередь мы готовы принять у себя руководителей оборонного ведомства Японии и управления безопасности на море. А также возобновить практику обмена визитами председателей палат, законодательных органов наших стран. Кроме того, определены основные направления углубления контактов в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Как одну из важнейших задач обозначили развитие торгово-инвестиционного партнерства. Оно в последнее время значительно активизировалось. В 2004 году объем российско-японского товарооборота достиг 7,5 миллиарда, а в этом году может приблизиться к отметке 10 миллиардов долларов США. Особо отмечу заметное оживление в деятельности японского бизнеса на российском рынке. Как вы знаете, в 2005 году в Ленинградской области начато строительство крупного сборочного предприятия корпорации «Тойота». И дальше будем оказывать поддержку российскому бизнесу, в том числе и компании «Тойота» по успешному реализации их планов на российском рынке. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос об участии японского капитала в новых топливно-энергетических проектах, помимо уже реализуемых в районе Сахалина. И сегодня наши министры подписали энергетическое соглашение, которое станет первым важным шагом в расширении энергодиалога и сотрудничества в отдельных областях энергетики. Мы обсудили также ряд международных проблем, договорились активизировать совместные усилия в борьбе с терроризмом и подписали с господином премьер-министром соответствующий документ. Несомненно, важным направлением российско-японского сотрудничества является укрепление стратегической стабильности, предотвращение и урегулирование региональных конфликтов, поддержка интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японская сторона выразила намерение содействовать успеху предстоящего в будущем году председательства России в восьмёрке. Уверен, что участие в Японии будет в высшей степени конструктивным. И в заключение хотел бы поблагодарить премьер-министра Японии за заинтересованный подход к углублению российско-японского сотрудничества, а также за высказанные им конкретные предложения по различным направлениям нашего взаимодействия. Хотел бы особо отметить, что наша беседа проходила в доброжелательной и очень доверительной атмосфере. Это позволило нам откровенно обсудить все, включая самые сложные и чувствительные вопросы. Переговоры показали главное для соседних государств России и Японии в полной мере, как соседние государства России и Японии в полной мере осознают и практическую выгоду, и стратегическую важность, значимость отношений друг с другом, и намерены последовательно строить отношения долговременного партнерства. Благодарю вас за внимание.